Марс у нас связан с головным мозгом. Марс у нас связан с различными волевыми импульсами, с различными усилиями. Это если мы берем качество. Также он связан с рефлексами, с гипофизом, с гемоглобином. Поэтому, когда у человека пониженный гемоглобин, то мы сразу обращаемся к растениям, которые находятся под влиянием Марса. И также мы понимаем, что неполадки с самой стихией, с самим архетипом мужским, когда пониженный гемоглобин. Также Марс отвечает за адреналин и тестостерон. Это классические мужские гормоны, в том числе тестостерон, хотя он есть и у женщины обязательно в том числе. Марс отвечает за половое влечение, за половые железы, за теплообмен в нашем организме и за развитие инфекции в нашем организме. Также Марс формирует у нас внутри лихорадочные состояния, воспалительные процессы, зуд, покраснение. Когда вы наблюдаете, что-то происходит с вашим организмом не то и что-то чешется. Или, например, воспаленное горло. Острые боли. Это всё проявление марсианских энергий. Кровотечение. Это тоже, скажем так, деструктивный Марс. Всяческие хирургические вмешательства, раны, ожоги. Это всё влияние Марса. Как же выглядят растения Марса? Что они из себя представляют? Во-первых, растения Марса содержат в себе много огня, потому что они яркие проводники, так же, как и вот Солнце. Растения Марса яркие проводники огня. И это растения сухие по своей природе. Если огненные, солнечные растения, они не сухие, то марсиане, они все по своей природе сухие. И когда мы пьём растения, находящиеся под влиянием Марса, это значит, мы подсушиваем себя. И это важно, например, когда нам нужно похудеть, когда у нас избыток воды или жира. Вот в этом случае хорошо принимают растения Марса. Те растения, которые по своей природе сухие. Они ещё определяются по своему вкусу. То есть они горьковатые или даже, можно сказать, острые на вкус. Часто растения Марса бывают ядовитыми. Но вот эти яды, которые содержат растения Марса, они не вызывают, например, галлюцинации, как растения, которые находятся под влиянием Сатурна. Мы с вами потом поговорим об этом попозже. То есть растения Марса часто встречаются прямо, они ядовиты. Но их отравление этими растениями, оно, как правило, не смертельное. Ну, это тошнота, рвота. От них может болеть голова. Ну, в некоторых случаях, когда человек проявил полное, как бы, своё незнание, то это может привести к летальному исходу. Я имею в виду, когда используются ядовитые растения под влиянием Марса. Внешне их можно определить по тому, как и по внешнему виду. Это колючки. Колючки, цеплялки. Растения Марса могут обжигать, царапаться. У них такие жёсткие, сухие семена. Они как могут цепляться к одежде или там к шерсти растений. И понятно, что, например, растение Марса таким характерным можно считать татарник колючий, который своими колючками цепляется к одежде. Крапива, жгучая. Или растение такое молочай-паласа. Это ядовитое растение, его сок ядовитый. Или, например, имбирь, который обладает такой сухой и острой природой. Полынь горькая. Это тоже растение Марса. Стальник колючий. Он так и называется. Колючий, стальник. Даже в самом названии присутствует энергия мужская. Стальник колючий. А соки, лук, чеснок, горчица, редька. Это всё растения, которые находятся под влиянием Марса. А значит, они ускоряют обменный процесс. А значит, они дают много огня и подсушивают, подтягивают наш организм. Перец чили. Тоже растение Марса. Синеголовник. Вот там у нас дальше, по-моему, есть. Да, есть синеголовник. Есть полынь изображения. Болиголов можно считать растением Марса. Хотя он не красного цвета. У него цветы белые. Но вот за счёт своей ядовитости и такой определённой, ну скажем так, энергетической жёсткости, его можно причислить к растениям Марса. Это дурнишник. Растение, которое лечит щитовидную железу, насыщает её, да, и по внешнему виду. У дурнишника такие вот колючки, достаточно с большими такими отростками. А деревья, которые находятся под влиянием Марса, это тёрн. Вот посмотрите, пожалуйста, первая картинка. Синие ягоды у тёрна такие большие колючки. Шиповник, барбарис. Это всё растения с колючками. Акация, каштан, плоды каштана, посмотрите какие, да, чтобы до плода добраться. Сначала у него вот такая вот зелёная колючая оболочка. И как это ни странно, красный сандал и древесина красного сандала относятся к марсианским растениям. Итак, напомню, что у нас делает Марс. Ввиду того, что он содержит много огня, и он сухой, и горький по вкусу, это в основном воевая такая активная мужская энергия. И так же он внутри нас, в организме себя проявляет. Соответственно, когда у человека не хватает силы, когда у него там синдром хронической усталости, когда вялость, ну не знаю, тюфичковость такая, да, просто по природе своей у него не хватает этой силы, или просто в силу там усталости, большой загруженности, то растение Марса – это то, что вам как раз может вас поддержать и поднять тонус, поднять там, допустим, тестостерон, поднять адреналин, сжечь лишний там, лишний вес убрать, вывести лишнюю воду. Кстати, растение Марса – это те растения, которые противопаразитарные, полынь горькая, гвоздика, например. То, что борется с инфекциями, то, что борется с вирусами. И полынь Марса считается очень мощными защищающими растениями. То есть, если делать какие-то обереги, использовать в ритуалах, и если вам нужна защита, то это, как правило, растение Марса. Вот, например, можжевельник – это тоже растение Марса. И окуривание, если знаете, казачьим можжевельником, и окуривание полынью – это давно известные средства для очищения пространства, для очищения человека от болезни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова